Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И если какое-то неправильное понимание концепции утра или дня, очень сложно понять культурный контекст другой страны. Я хочу вам напомнить, что я не носитель языка английского, а вы же являетесь носителями английского, вы носители русского, конечно же. И, естественно, английский может отличаться, и он очень сложно будет понимать друг друга. С этой точки зрения очень важно думать о контексте, о котором я веду речь. Я говорю о голландском контексте. Я президент Европейской ассоциации исследований в области педагогического образования, и есть и другие, конечно, системы и организации. Мой основной опыт основывается на голландской системе. Я работаю по программе педагогического образования, где мы подготовим учителей, магистров. У них есть годовая программа, когда они становятся учителями в поздней ступени среднего образования. Есть определенные... И они посвящены различным проблемам в классе, которые возникают в ходе их работы. Учителя сталкиваются... Они решают самую главную проблему, как обеспечить внимание учащихся на том, что они преподают. То есть, опять-таки, это часть контекста. И что я узнал сегодня утром, что мы стараемся ориентированы на обучение трансформирующих, реформирующих учителей, и говоря о трех уровнях эффективности учителя, пытливого, эффективного и думающего учителя. Это достаточно амбициозная программа. И этот разрыв, вот эти вот, скажем так, черные дыры или белые пятна, это определенная проблема. Я хочу вам показать проблемные отношения между... Разрыв между теорией и практикой, который также был упомянут ректором вашего университета. И это не очень непростые отношения между теорией и практикой в педагогическом образовании. Довольно часто теория рассматривается преподавателями, будущими учителями, как часть теории, то, что они слушают на лекциях, а не то, что они делают в работе, в своей реальной работе. Но учителя в школе могут сказать, что вы узнали в университете, забудьте об этом. Это абсолютно не важно здесь, в вашей школьной работе. Вам нужно, чтобы, если вы хотите быть хорошим учителем. И это действительно большая проблема. Это проблема взаимоотношения и увязывания теории с практикой. Я хочу поговорить сегодня утром о реалистичном педагогическом образовании. Это попытка преодолеть этот разрыв между теорией и практикой. Именно в педагогическом образовании. У нас мы написали порядка 10 лет назад, больше 10 лет, которые называют, связывая практику и теорию о реалистичной ситуации именно в педагогическом образовании. Это книга, объем которой составляет более 250 страниц. Конечно, я не буду вам рассказывать все, что есть в этой книге, только небольшую часть. Это традиционный взгляд на образование, когда преподаватель заливает в голову ученика знания. По крайней мере, в Голландии по-прежнему распространенный подход именно к педообразованию, именно подход к тому, как они понимают педагогическое образование, обучение, подготовку учителей. В педообразовании мы хотим, чтобы они думали о педообразовании как способ улучшения, который способствует эффективности обучения. когда когда в педообразовании она приходит в школу после обучения, и вот что происходит. То есть они не могут этого понять, когда они учатся. Возвращаясь к этому слайду, то, что происходит в педообразовании, мы заливаем знания о теории в педообразовании будущим учителям, которая совершенно неэффективна, как оказывается. раньше у меня были еще записи, но теперь сейчас у меня только слайды, и это достаточно новый и интересный опыт для меня. Несколько слайдов, какие причины лежат в этом разрыве между теорией и практикой. Проблема рассрива между теорией и практикой. Есть различные подходы к тому, что понимается под теорией, что под практикой. Теория это обобщенная деконсексуализированная некая субстанция, а практика это о конкретных ситуациях, в конкретном контексте, конкретных ситуаций. И вам необходимо применять теорию к практике. И это очень непросто сделать, поскольку теория не говорит, как контекст влияет на многие вещи. Второй подход к этому пониманию более связан с когнитивной психологией, с когнитивной стороной, психологической стороной обучения. Это некая компартаментализация памяти. Теория, которую мы изучаем в университете, и у вас есть практика, а в памяти, в вашей памяти, в вашей голове они не связаны, они существуют раздельно. Для меня самое очень яркое объяснение этого разрыва между теорией и практикой о том, какие предварительные концепции, которыми мы руководствуемся в той или иной ситуации. Когда будущий учитель начинает обучение, он может думать, что предобразование это объяснение, и когда объясняют что-то, студенты узнают и усвоят это. Потом вы отправляете их в класс, и после урока спрашиваете их, особенно те, кто сидит сзади, заполнить форму, что они узнали, что они усвоили на этом уроке, и как правило учителя, которые провели этот урок, они просто в шоке от того, что эти студенты это усвоили. Это совершенно отличается от того, что они вначале номеровались им дать. Я хочу вам привести пример, как изменить такие... теории, которые были учетом той теории, которая придавалась, чтобы эти могли предварить и обеспечить усвоение этих знаний. То есть отрицательный результат происходит тогда, когда мы не учитываем вот этих вот преконцепций. То есть преподавать эту теорию и эти предварительные знания, они остаются такими же, и они, собственно говоря, определяют действия будущих учителей. Это третья причина. реалистичное педагогическое образование, оно предназначено, и основной целью является преодоление этих сложных взаимоотношений между теорией и практикой и служит цели увязки и применения этих теоретических знаний, которые даются будущим учителям, и чтобы они их применяли на практике более эффективно. Это одно из основных тезисов. Педагогическое образование должно начаться, начинаться с конкретной проблемы и сложностей, которыми сталкиваются будущие учителя. Когда студенты начинают сталкиваться с какой-то проблемой, и по крайней мере в Голландии это организовано так, смог ли я справиться с этой проблемой? Если вы начинаете спидобразование с того, как студенты учатся, это совершенно не подходит и не соответствует их ожиданиям, их проблем, которые их волнуют, и, соответственно, это не будет усвоено, это не будет соотноситься с их программой действий. То есть, самое, что их больше всего беспокоит, это смогут ли управлять классом. То есть, нужно начинать именно с этой проблемы. Второй момент, вторая сентенция, которая лежит в этом подходе, это продвижение регулярного анализа и рефлексии. И темы эти рефлексии должны быть следующими, что хотят учащиеся, что они думают, что они чувствуют, как они себя ведут, но также очень важно, как вы, как учитель себя чувствуете, что вы хотите, о чем вы думаете, и в каком контексте все это происходит. и как эти вещи увязаны между собой. Мы создали специальную модель, которую, возможно, видели, elect model, будущий учитель, который действует, затем анализирует свои действия, осознает основные моменты того, что произошло, создает, думает о альтернативных программах моделях, алгоритмах действий, и затем опять пробует вновь уже измененную программу применить. Но что нет в этой модели, это важно, необходимо ввести теоретические выкладки, которые должны быть тоже интегрированы эту модель. У них есть возможность мыслительный процесс будущего учителя, когда вы также вкладываете в теоретические моменты, которые могут быть потом использованы в практической работе. Будущие учителя имеют ситуацию, когда они обращают внимание на то, что ему говорили, чему его учили, к примеру, теория самоопределения, что мотивирует, само мотивирование, что заставляет студентов быть более мотивированными, и когда они за счет этих знаний могут объяснить, почему студенты не были мотивированы, то есть родить определенные компетенции, компетентности, и что произошло в этой ситуации, когда студент не чувствовал достаточной компетенции, знаний в данной конкретной ситуации. Это следующее, значит, это вторая позиция, второй тезис. Третье, это создание личного взаимодействия между будущим учителем, педобразованием и внутри самой группы, взаимоотношения между коллегами с верхниками, одногруппниками или коллегами по работе. Это очень важный момент. Это одна из задач педобразования. тезис, и соответственно, очень важно, чтобы они поддерживали развитие друг друга. И четвертый, последний тезис, реалистичное педобразование имеет очень мощный интегративный характер, то есть интегрирование нескольких дисциплин, теории практики. это немножечко отличается от традиционного использования термина интеграция, по крайней мере в той презентации, которую мы слышали от ректора. Здесь мы говорим об интеграции, когда есть очень тесная связь теории и практики, и когда в программе вы не видите отдельной дисциплины, они все между собой интегрированы и пересекаются именно с точки зрения психологического развития детей, образовательная педпсихология, все это должно быть интегрировано. И если взять крайнюю ситуацию, и это произошло порядка 20 лет назад в моем университете, вы не видите, что ни одной дисциплины, которая бы явно была присутствовала в программе обучения, начиная с первого дня, когда они ведут какую-то работу, занимаются практикой, и затем анализируют все, что произошло с учетом их теоретических знаний. И когда они идут уже в школу на второй день программы и начинают преподавать на очень раннем этапе. Немножко по-другому мы сейчас это все делаем, и я позже расскажу почему. Почему мы используем другой подход. Сейчас возвращаясь к нашей программе, я показал вам начале моего выступления, я уже 10 минут рассказываю про эту проблему, я говорил о разрыве между теорией и практикой и основных действиях реалистичного предобразования, подготовки реалистичного. Я хочу сказать вам насколько важен опыт для обучения, для усвоения. Что я сейчас делаю, я не обучаю то, что я преподаю, или я проповедую то, что я учу. и что я хочу сказать, вам нужно переживать, получать какой-то опыт и уже на этом опыте учиться. Я хочу сделать что-то довольно непростой момент, чтобы вы получили какой-то опыт. Я дам вам задание подумать о развитии взаимоотношений между студентами, и я скажу вам кое-что о том, что я знаю о развитии взаимоотношений между студентами. И затем, после этого, мы вернемся к тому, что вы можете усвоить из этого, и то есть, какие сильные и слабые стороны подобного подхода, и какое решение может быть здесь принято. Есть несколько слайдов. Я вам задам вопрос. Вы видите внизу задание. Это не о реалистичном педобразовании. Подумать какие последствия могут быть для педобразования. Я хочу сказать вам о моем исследовании о межличностных взаимоотношениях в образовании. Я хочу показать, что мы сейчас имеем другое. Взаимоотношения передавателя и студента могут быть расписаны в двух парадигмах, в двух перспективах агентства и сотрудничества. В данный момент на этой оси X вы как бы я нахожусь выше, вы ниже, как бы эмоционально вы ближе к студентам, я не знаю насколько я нахожусь близко к вам, а вы ко мне. эти две измерения. Вы можете использовать различные слова для описания взаимоотношений между студентами, немножечко как бы союза, немножечко больше понимания и соотнесения, неудовлетворенность, конфронтация и навязывание. Это восемь слов, которые описывают различные эти системы, в этой системе координат агентства или вертикаль и горизонтальный план. Мы провели соответствующие исследования, использовали специальную анкету в 40 странах на самых различных занятиях. И хочу сейчас поговорить о исследовании, которым мы использовали эту анкету, чтобы отследить опыт преподавателей в течение первых 50 недель в новом классе. И мы измерили отношения учителя и учащихся в течение 15 недель. То есть это было непросто, конечно, сделать, но я думаю, что результаты достаточно достоверны, вы можете верить. в 50 классах в течение 15 недель мы проводили этот опрос и мы измеряли вот этот уровень вертикальной горизонтальной соотнесенности в этой системе координат, то есть отношения между учителем и учащимися и между учащимися. и результаты Да, бывает иногда случаются проблемы, когда у вас не появляется следующий слайд. Я говорил уже об этом исследовании и в первую очередь я должен сказать вам о результатах другого исследования, которое показывает качество взаимоотношений между учителями и студентами. Ученики больше учатся, они более мотивированы, если они находятся на пересечении осей и координат. И эффективный учитель, если мы посмотрим на четыре уровня, которые описал нам Ян Мэттнер, взаимоотношения, чем выше по оси координат вертикальной, то тем лучше взаимоотношения. Этот слайд показывает линии, которые в течение 15 недель преподавания в новом классе на уровне вертикали показывают эффективность взаимоотношений между учителем и учениками. Эта модель показывает средние данные. Она немного снижается, а по оси горизонтальной различия значительные, начиная с первой недели обучения и преподавания. Она совершенно меняется. Она начинается, я хочу указать на нижнюю линию, она начинается на очень низком уровне взаимодействия и еще снижается. и уровень на последнем этапе обучения уходит высоко наверх. И это означает, что если у вас на первом занятии складываются хорошие отношения, они будут улучшаться и далее, поскольку это очень важно находиться в хорошей взаимосвязи с учениками. если вы начинаете на низком уровне взаимодействия, оно еще меньше понижается. Если вы начинаете с высокого уровня, оно еще лучше повышается. Это средняя линия, которая не так уж и важна, но самое главное, что это зависит от того, как вы начинаете, как вы проводите свое первое занятие. Таким образом, вы уже слышали об исследовании, которое проводилось в течение 15 первых недель преподавательской практики. Я просил вас подумать о том, какие результаты для подготовки учителей, какие последствия. И если мы были на мастер-классе, я бы попросил вас поговорить друг с другом об этом, с вашим соседом, и я бы всех спросил вашего мнения и я бы пришел к каким-то выводам, какие же результаты для учительской практики. Я, к сожалению, не имею такой возможности сейчас, но я могу дать вам свой ответ на этот вопрос. Это только моя точка зрения, и, возможно, ваша точка зрения будет совершенно иной. и я думаю, что самое важное это, как вы начали и как вы провели первый урок, и самыми эффективными являются не весь первый урок, а первые десять минут, первое впечатление, оно всегда очень важное, очень сильное. и это означает, что очень важно подготавливать студентов производить хорошие первые впечатления в классе на занятии. И то, что мы делали 20 лет назад в наших образовательных программах, мы отправляли студентов на практику в школу, и, возможно, они производили не самое хорошее впечатление на первых занятиях, и это впечатление было очень сложно изменить, и тогда ситуация складывалась не самым лучшим образом. Самое главное для меня это подготавливать студентов к тому, чтобы они точно знали, как устанавливать отношения со студентами, как произвести хорошее впечатление на самом первом занятии. Реалистическое образование и подготовка учителей. Мы думали о последствиях взаимоотношений между учителей и учеников внутри образовательной программы. Я надеюсь, что вы поняли, что мы учимся на опыте, мы это понимаем. опытом. Я попытался подумать, заставить вас об опыте в обучении и осуществлять это на практике. И у студентов тоже есть какой-то опыт, и они отталкиваются от этого опыта, и они делают выводы, и мы выстраиваем взаимоотношения на основании того, что студенты уже поняли для себя и на основании того, что они извлекли из теории на практике. Это отличается от того, что происходит в традиционном образовательном процессе. Это то, что я делаю сейчас, это образовательное знание, которое просто объясняется, это так называемое детективное обучение, я даю задания, и в взаимоотношениях между учителями и учениками мы тоже говорим о теории, мы говорим о том, как важно первое занятие, а потом мы просим прочитать их исследования, которые касаются этого вопроса, который был опубликован тогда-то, тогда-то. Конечно, здесь есть определенные недостатки в экспериментальном или индуктивном образовании или обучении. Это те недостатки, которые касаются структуры программы о подготовке учителей в вопросах их опыта, и это действительно большие недостатки. Если вы разрабатываете образовательные программы на основании опыта конкретных студентов, вы должны иметь в виду эти недостатки. Если вы посылаете студентов на практику в школу, вы ожидаете, что они вернутся с определенным опытом, который будет отличаться от того, что они учили на занятиях. И это будет также влиять на разработку вашей программы. Мы не можем их оставить без заданий. Мы посылаем им задания, которые мы инструктируем по поводу того, как выполнять, как проводить ту или иную деятельность, виды деятельности. Они проходят пять этапов для того, чтобы извлечь опыт, похожий на то, чему вы обучали их в плане заданий, в плане выполнения заданий. и когда они приходят в школу и возвращаются и делают то, что они делают, выполняют задания, которые они получили, и они сосредоточены на своем опыте, и дальше они представляют определенную теорию. Но как пример мы можем привести нехватка мотивации, когда мы собираем разные опыты. Возможно, это слишком много теории детерминации или какой-то другой теории мотивации Гуда или еще какой-то, но они понимают студентам, понимают, что происходит у них на занятиях. Еще две важные вещи, которые помогают нам контролировать опыт студентов и то, как вы организуете образовательную среду, это общение со школами или контакты со школами. И вы в Казанском университете тесно сотрудничаете с двумя школами, и это позволяет привести некоторый опыт, привнести некоторый опыт в работу учителей в этих школах. Вы также приносите свои теоретические навыки в эти школы. Нехватка и недостатки, которые испытывают студенты, которые, например, за две недели до того, как попасть на практику в школе, учили совершенно другие теоретические аспекты. Для них важным становится рефлексия, так называемое осмысление долгосрочного процесса, который происходит по спирали. Вы не думаете об этом сегодня, студенты задумываются об этом не только сегодня, или думают, что подумают об этом завтра, они должны обязательно прослеживать какую-то тенденцию, и это не может быть унифицированным для каждого учителя, для каждого проходящего практику. Кто-то может знать хорошо теорию, прежде чем применят ее на практике, но это не значит, что каждый может успешно осуществить такой процесс, и мы должны задуматься о постепенном прогрессе. Это означает, что когда мы отправляем студентов на практику в школу, их ответственность и сложность заданий нарастает постепенно, и они осуществляют все более сложные задачи на практике, но здесь необходимо учитывать баланс некоторых элементов окружающей среды. Должен быть баланс между ощущением безопасности, а с другой стороны, это определенные задачи, которые они ставят перед собой, зависимость и независимость, знание и незнание чего-то. Это легкие задачи, сложные задачи, и студенты сами должны выработать этот баланс. Следующее, когда вы создаете программу на основании опыта учителей, вы не сможете охватить большой объем теории, и опять таки это становится проблемой. И мы думаем, что лучше представить несколько теоретических аспектов, которые могут быть использованы, которые могут пользоваться студенты на практике в некоторых аспектах, и для нас важным является сказать, чем меньше, тем лучше. Лучше вы представите теории, которая будет использована, чем вы представите огромный объем теоретических знаний, которые невозможно применять. Следующее это требования к сотрудникам. Очень сложно проходить практику, и сотрудники должны наблюдать, советовать, они должны знать, как давать советы, они должны знать, как делиться педагогическим опытом, они должны представлять педагогические модели, модели знания, опять-таки для сотрудников, для менторов, им также предъявляются высокие требования в группах учителей, это подготовка, когда тренер начинает готовить студентов на практику. У меня еще полторы минуты на этот слайд, я надеюсь, я уложусь. Я говорил об интегрированных программах, которые основаны на изучении, исходя из опыта, это очень важно, как образовать образовательную среду в школах и в университетах, важно установить процесс рефлексии, когда это должно быть постепенное образование и оно требует опытных преподавателей. И что я бы хотела сказать еще, большое спасибо за ваше внимание. Спасибо. 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 Спасибо.